Тверь Жилкоммунпроект Тверь Жилкоммунпроект успешно развивается, является вот этот новый офис. Хотя какой офис? Это собственное здание площадью в 3000 квадратных метров. Оно перепроектировано и отделано в соответствии со всеми современными офисными стандартами. Просторные кабинеты, много стекла, света, воздуха. То есть созданы все условия для того, чтобы успешно творить. Долгожданный переезд состоялся относительно недавно и был приурочен к очередному дню рождения проектного института, который был основан 16 апреля 1938 года. Неудивительно, что по такому поводу решено было устроить большой праздник. Ведь в институте умеют не только хорошо работать, но и отдыхать. Продолжение следует... Зданием нового офиса, его перепланировкой, занимались сами сотрудники. Раз уж институт проектный, то и делали для себя самостоятельно. При этом задача стояла непростая. Сделать постройку советской эпохи удобной и современной, но при этом максимально сохранить ее историю. А новое просторное здание понадобилось не только потому, что в таких кабинетах удобнее и комфортнее работать. Переезд стал необходимым из-за постоянного развития проектного института, команда которого постоянно растет. Для нас очень важно сейчас привлечь сотрудников, которые хотят и которым интересно работать над новыми проектами, развивая новые направления в нашей отрасли. Сотрудникам, которые хотят работать и готовы работать со сложными объектами, с уникальными объектами, с объектами, которые выходят за рамки стандартных проектов, которые мы делаем каждый день. И здесь, как вы поймите нас правильно, нам интересно работать с теми, кто хочет и готов и стремится развиваться постоянно. Количество объектов компании регулярно увеличивается. Задачи, стоящие перед сотрудниками и руководством, усложняются. Здесь не останавливаются на достигнутом, поднимая планку все выше и выше. На данный момент у меня 43 объекта. Мы, как компания, в прошлом году поставили себе задачу выполнить 250 контрактов. Мы победили, мы закрыли эту задачу, непосредственно на этом мы не остановились. Мы поставили на этот год задачу, как и по увеличению контрактов, так же и на расширение географии. Это важно для опыта, потому что настроив свою работу в одном городе, переходить и работать в других городах, это намного сложнее. Получая этот опыт, мы становимся, как компания, сильнее. Фраза про расширение географии – это не фигура речи. Тверь-жил-коммун-проект давно шагнул за пределы Верхней Волжья. Для нас сейчас очень важно привлечь тех сотрудников, которым интересны новые проекты, которым интересна работа с новыми направлениями деятельности, в нашей отрасли имеется в виду. Сотрудников, которые готовы и хотят работать со сложными проектами, с уникальными проектами, с проектами, которые выходят за рамки стандартных проектов, которые мы делаем каждый день, которые не боятся выходить за рамки. И здесь, поймите, у нас правильно, у нас интерес в том, что работать именно с теми сотрудниками, с теми людьми, которые хотят развиваться и стремятся развиваться постоянно. При этом Руслан Сихаджок признает, что решение расширяться принято, исходя из того, что для мощности и компании количества заказов в Тверской области не хватает, а организационные препятствия съедают ресурсы. Проектная компания в работе на территории других регионов России активно набирает опыт как управленческий, так и технический. Особенно стоит отметить Москву и Московскую область, где действуют наиболее жесткие требования к качеству и составу работ. Сейчас основные проекты наша компания ведет в Москве, в Московской области, в ряде индустриальных парков по центральной части России. Есть проекты на судах экономических зонах, также в центральной части России. Есть проекты, которые мы ведем в Питере, либо есть проекты в Белгороде. То есть достаточно широкая география, где мы привлекаем коллег, где мы работаем с молодыми командами и строим управление через свою компанию. И знаете, часто получается так, что вместе с нашими заказчиками, отработав, выполнив работу на одной площадке, завершив их, мы становимся партнерами и уже на другие площадки, на другие объекты переходим совместно, работая и устраивая уже отношения более слаженно. Вот. Сейчас практика такая. Мы понимаем, что нам необходимо ориентироваться на передовые и столичные рынки в части поддержания и наработки наших компетенций, технических компетенций. Так как для реализации таких проектов нужны люди с определенным складом и ума, и с набором компетенций, и, может быть, даже с определенным менталитетом, так как Москва не прощает тех вещей, которые простительны на региональном рынке, и на региональных каких-то вот проектах и так далее. И мы постоянно обучаем, следим за этим, за своими сотрудниками, обучаем их специалистов, молодых ребят, которые к нам приходят, которые проходят у нас сначала подготовку к такой работе, а потом уже ведут непосредственную работу на этих проектах и на этих объектах самостоятельно. Хотелось бы подчеркнуть опыт пожилому домостроению с подземными паркингами. Такими примерами могут служить 16-этажный дом в Зеленограде с двумя подземными этажами и строящийся двухбашный дом на улице Мосфильмовской в Москве с тремя подземными этажами. В связи с жесткими требованиями по парковочным местам и единовременной стесненностью участков, застройщик вынужден практически на 100% использовать площадь участка для подземного паркинга, что, в свою очередь, требует выполнять сплошные шпунтовые ограждения по всему периметру. В таких случаях башенный кран ставит прямо на несущую фундаментную плиту паркинга. Для таких объектов применяется целый ряд специальных технических решений, как в работе с железобетонными конструкциями, так и по инженерным сетям, касающимся водоотведения, противопожарных и прочих систем. Стараются инженеры Тверь-жилкоммунпроекта и для земляков. Только в областном центре построено большое количество жилых домов по проектам, разработанным специалистами фирмы. Например, высотки в известном микрорайоне Брусилова. Ну или вот эта 12-этажка на улице Благоева. Здание строилось в крайне сложных стесненных условиях, на небольшом участке и требовало непростых проработок по наружным инженерным сетям. Среди прочего, проект требовал выполнения подземного паркинга. Тем не менее, сочетание качества строительно-монтажных работ с интересной архитектурой позволяет уверенно заявлять, дом получился удачным. Сроки строительства любого дома зависят от грамотных проектных решений. Попросту говоря, чтобы стройка шла нормально, без всяких лишних остановок. И вот это как раз высотка в Подмосковном Дмитриеве яркий тому пример. Здание начали возводить в январе прошлого года. И вот смотрите, уже коробка готова, уже, собственно говоря, и внешние стены вовсю строятся. Это результат грамотной работы компании «Тверь» жилкомонт-проект. Габариты и характеристики здания, кстати, впечатляют. Даже по меркам Подмосковья это настоящий гигант. 17 этажей, 7 блок-секций, общая площадь свыше 50 тысяч квадратных метров, жилая порядка 25 тысяч квадратных метров, встроенные помещения порядка полутора тысяч квадратных метров. Объект, кстати, непростой не только с точки зрения своих объемов. Дело в том, что инженерам «Тверь» жилкомонт-проекта, пришлось проектировать его на месте другого дома, для которого только успели возвести фундамент. Казалось бы, что-то уже готово. Однако это и создало дополнительные сложности. Этот дом построен на фундаментной плите, которая предназначалась совершенно для другого дома. То есть здесь планировался панельный многоквартирный дом, причем другой этажности. И заказчик перед нами поставил задачу, не демонтируя эту плиту, возвести дом с текущими параметрами. Мы с этой задачей справились. Это очень редкий, ценный опыт. Мы провели техническое обследование и создали такие технические решения, которые позволили нам на эту плиту набетонировать новую плиту и на ней возвести эти 17 этажей. То есть в моей практике за более чем 15 лет такого, конечно, не было. Очень редкий случай. И на самом деле он может пригодиться в будущем. А чем не подходила прежняя плита? Хотели высотный дом того построить? То есть сейчас высотный дом мы видим. Что было не так в ней, на ваш взгляд, как и в проектировщиках? Смотрите, ну, во-первых, она была не той геометрией. То есть дом, он в целом повторял пятно застройки, но все равно где-то выступы балконов, где-то выступы стен и так далее. И самое главное, дом был панельный. То есть это монолитный железобетонный каркас, тот дом был панельный. Это совершенно разные нагрузки, разные точки приложения и так далее. То есть мы сумели с этой задачей справиться. И, как видите, то есть каркас сделан успешно. Никаких проблем, никаких, ни сучка, ни задорим. А вы сказали сложные задачи. А что, на ваш взгляд, было самым сложным моментом, когда вы начали перепроектировать плиту? Ну, наверное, самое сложное, это определиться, что делать с геометрией, то есть с разностью геометрии, и как правильно подойти к расчету этой плиты. Потому что обследование обследованием, но внутрь всей плиты, как говорится, не заберешься, ее полностью не просканируешь, как там 3D-сканеров, да. И очень важно было занести правильные модели, правильные параметры той плиты, чтобы сделать нужное решение. В этот раз инженеры Тверь-Жилкоммунпроекта наведались на объект в Дмитриеве с авторским надзором. Обязательное дело на любой стройке. Когда надо проверить, все ли строится согласно чертежам, и везде ли соблюдается технология. Особенно, если речь идет о монолитном железобетоне. Это самый, так сказать, ответственный момент, связанный с маркой бетона, с армированием, с монтажными проемами и так далее. Сейчас контроль осуществляется в рамках возведения ограждающей конструкции, стен, устройства кругля. Надо сказать, что в основном застройщик строит, не отступая от проектных решений. В этом плане будем говорить, что работы ведутся в соответствии с проектом. У компании уже огромный опыт в проектировании самых разных зданий, жилых домов, торговых центров, производственных комплексов для аграриев и промышленных зданий. Одним из значимых промышленных объектов является комбикормовый завод, разработанный для компаний агропромкомплектация. Располагаясь на въезде в Оржев, этот современный комплекс из 25 зданий и сооружений с недавних пор стал настоящей промышленной достопримечательностью города. Но время от времени приходится сталкиваться и с чем-то совершенно новым. Одной из своих недавних побед в институте заслуженно считают проектирование промышленных установок электрофильтров по очистке выбросов после обжига на горно-обогатительном комбинате в Белгородской области. В работу входили не только новые разработки, но и демонтаж существующих систем гидроочистки в условиях действующего предприятия. Работа потребовала подробных исследований на небольшой территории и применения трехмерного моделирования, так как на объекте немало эстакад и подземных коммуникаций. Для нас это был сложный объект, он уникальный объект. Мы его запроектировали, справились с этой задачей. Получая опыт, мы уже можем, грубо говоря, брать аналоги объекта и успешно с ними справляться. Были опасения, когда мы подписывали контракт, что объект нам неизвестен, объект был уникален. Но спустя несколько месяцев по завершению, по выдаче заказчику документации, когда заказчик принял, конечно, мы здесь радовались, что мы справились, для нас это была победа. Наши коллеги-проектировщики также выдохнули, что это закончилось, и мы это смогли, и мы молодцы. Такая популярность тверских инженеров-проектировщиков объясняется целым рядом факторов. Это опыт, отличное портфолио, ну и, конечно, коллектив профессионалов, не боящихся работать с неизвестными ранее инженерными задачами. Промышленность, есть своя специфика, есть свои сложности, потому что в промышленности много отраслей. Сейчас как раз перед нами стоит главная задача, это компоновать такие команды, которые умеют проектировать, которые могут справиться. То есть мы ежедневно получаем такой опыт, заключаем контракты, расширяем свои профессиональные навыки именно в промышленности. Также у нас и гипы, они профильные. То есть есть главные инженера, которые именно проектируют гражданское строительство, а есть именно гипы, которые уже профессионалы именно в промышленности. Заказчики сейчас любят приезжать в компанию, смотреть, кто мы, что мы. Есть ли у нас полный штат специалистов, это сейчас тоже ценится. Людям в чем-то поднадоело собирать там команды, одни там, другие сям. Ну, как бы, там есть и плюсы, есть минусы, но в целом заказчик сейчас настроен на что? Мы к вам приезжаем в гости, мы на вас смотрим, все ли у вас есть, какие у вас компетенции, задаем грамотные вопросы и, исходя из этого, принимаем решение. Вот, когда заказчики к нам приезжают, общаются с нашими специалистами, то есть общаются с главными инженерами в проектах, они видят ответы на свои вопросы и понимают, что у этих людей есть опыт. Вот. Ну, соответственно, по отношению к московскому региону все-таки пониже цены. Поэтому делают выбор в нашу сторону. То есть у нас, например, есть сейчас случай, даже когда мы приезжаем в Петербург на объект, там выбирают из пула проектных компаний, допустим, из девяти, и все питерские, только мы из Твери. Словом, объем заказов у Тверь-жилкоммунпроекта постоянно растет, а значит, проектный институт нуждается в новых сотрудниках. В том числе и для этого, кстати, переезжали в новое здание, где еще не все кабинеты заполнены. Мы постоянно поднимаем планку, хотим расти, но при этом мы испытываем кадровый голод. То есть профессионалы нам нужны, то есть мы сейчас профессионалов ищем, то есть мы сейчас постоянно работаем над поиском грамотных специалистов. Поэтому Тверской регион, как говорится, добро пожаловать в наши ряды, ищем даже и вне Тверского региона, потому что тот уровень проектов и тот уровень задач, который у нас сейчас есть, тот, который мы видим, он требует, конечно, очень высокой квалификации. Мы при этом, конечно, готовы учить и новичков, то есть студентов, но при этом профессионалы требуются очень быстро. Безусловно, смотрим на резюме, портфолио, но, как правило, мы задаем вопросы. Мы задаем вопросы как потенциальному профессионалу и, в принципе, по ответам на эти вопросы мы видим, что человек из себя представляет. Если это инженерные сети, задаем специализированные вопросы. Что-то человек рассказывает сам, то есть мы видим по его рассказу, то есть его настоящий опыт, не то, что в резюме написано. А если это новичок, выпускник института, основные критерии, по которым вы определяете и говорите, мы его уберем? Смотрите, основной критерий в таком случае это то, что он смог вынести из этого института. Тоже задаются какие-то базовые вопросы, поскольку институт наш, Тверской, Политех, мы знаем примерно, какая там кухня, можем задать такие специфичные вопросы, по которым мы человека идентифицируем. В основном, конечно, это желание, то есть желание учиться, это вообще базовая вещь. И, ну, так скажем, какие-то ценностные вещи, не только работа ради денег, да, но и такое преобразование среды, то есть влияние на государство, то есть развитие, разработка каких-то новых производств, желание, чтобы конечный пользователь был доволен, да, и это немножко планка выше, чем просто вот я работу работаю. Ну а еще, кроме трудоустройства, в старейшем и статусном, имеющем многолетнюю историю проектном институте, предлагается целый ряд других бонусов. Достойный уровень оплаты для производительных сотрудников, возможность работать в просторных и современных офисных помещениях. Здесь есть даже собственная кухня и возможность позаниматься гимнастикой после напряженного рабочего дня. Занятие ведет очаровательная Анастасия. Она, помимо того, что является помощником директора по производству, еще и активная спортсменка. Мы делаем упражнения на растяжку групп мышц на ногах. Почему такие упражнения выбраны? Такие упражнения выбраны для расслабления мышц, потому что мы долго сидим, все-таки работа у нас сложная, мы сидим за компьютером долго, и для того, чтобы мы смогли расслабиться, переключиться. Преимущество института в безостановочном поиске новых решений, регулярном обучении, которое требуется для соответствия агрессивной рыночной среде, в возможности обучаться по профильным техническим направлениям. Здесь каждый может продвигать, быть инициативным, открывать новые направления специализации проектно-изыскательских работ. Нам нужны специалисты опытные, такие, например, как ГИПы, главные инженеры проектов, главные специалисты в разных областях, например, вентиляция, кондиционирование, слаботочные системы, электрика. И это является залогом того, что мы можем выполнять любые заказы любой сложности. Но также мы обращаем внимание на молодых специалистов, потому что также понимаем, что это наше будущее. Сейчас объемы заказов увеличиваются, соответственно, нам нужны специалисты, и мы пробуем новые способы взаимодействия с коллегами из других городов. То есть у нас сейчас есть удаленные команды, с которыми мы работаем. Это Питер, это Москва, это Иваново. Поэтому, дорогие друзья, приходите, мы будем рады встретить вас и предложить вам возможность стать частью нашей команды. Редактор субтитров А.Семкин